МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данному факту, Московским межрайонным следственным отделом города Тверь, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. 21 апреля простойный зал нового военкомата Тверской области собрал разные поколения. Школьники, суворовцы, генералы, ветераны Великой Отечественной войны пришли поздравить Олега Геннадьевича Гамова. Рядовой в отставке 52-летний житель Конакова Олег Гамов представлен к высокой государственной награде. Летом 2022 года в районе Новой Каховки он под шквальным огнем противника эвакуировал с передовой российских военнослужащих. Рискуя своей жизнью, он сохранил жизнь другим. За этот подвиг Гамов Олег Геннадьевич был представлен государственной награде Ордену Мужества. Рожденный в Севастополе Олег Гамов в 2014-м вступил в ополчение Донбасса. А с началом специальной военной операции добровольцем, простым шофером ушел на фронт. Простой русский мужик, который с 2014 года стоит и не пропускает фашизм на территорию Российской Федерации. Причем, если мы будем разговаривать о реалии жизни, он потерял много друзей своих, реальных друзей, с которыми длительное время прошел и окопы, и наступления. А сегодня он с нами, и я рад приветствовать его на территории нашего комиссариата. Я рад и горд, что я живу и тружусь вот на этой территории области, где есть такие простые герои. В приказе о награждении сказано – замужество и самоотверженность, проявленные при выполнении гражданского долга. Хотя сам Олег Геннадьевич свою работу на передовой подвигом не считает. Воевал, как все. В районе Новокохорки – это поселок Сухой Ставок. Там держали мы оборону 12 дней. И все 12 дней мы вывозили по ночам. И тяжелого раненых, и средней тягости. И всех. Ну и двухсотых, которые погибли ребята. В зале родные Олега – жена и дочь. Его орден его искал. У него как бы прописка была севастопольская. И орден поехал в Севастополь. А он был там. Ну, мы это называем командировки. И нам сообщили и спросили, где мы проживаем. Мы сказали, что в городе Танакова, Тверской области. И вот сейчас наш папа вернулся. И у нас такая радость. Когда появятся внуки, он будет рассказывать им сказки. А нам по сей день ничего не рассказывают. То есть каких-то конкретных таких историй нет. Очень редко звонит, конечно, с той стороны, как можно ее назвать. Но даже это очень дорогого стоит. Хотя бы раз в неделю, какая-то минута. Услышать, узнать, что он жив, здоров. Этого достаточно. В торжественный день вручения награды Олег Гамов подписал заявление на службу по контракту. Предлагаю написать вам заявление для поступления на военную службу по контракту. Вновь. Вы сказали вновь. Это какое заявление уже по счету получается? Получается, он пишет уже третье заявление на военную службу по контракту. Заявление в военкомате на службу по контракту Олег писал в 2014 и 2017 году. К слову, если военная специальность Гамова – водитель, то в мирное время он собирает мебель. Олег Геннадьевич, я благодарю вас за вашу активную жизненную позицию, гражданский ваш долг. Я очень рад, что вы вновь в наших рядах. Удачи! Месяц отпуска у рядового в отставке Олега Гамова подошел к концу. А это значит – пора в бой. Когда обратно на войну? Завтра. Дома пробыло чуть больше месяца. С чистым сердцем, с охотой идете туда? Да. Нужна там ваша помощь? Абсолютно. Ваши пожелания тем, кто остается здесь? Ребята, езжайте, помогайте. Освободить землю русскую от украинских нациалистов. Жены, сестры и дети. Поддерживайте, как можете.